здравствуйте мои дорогие друзья сегодня на моем канале как всегда по понедельникам выпуск пасхалок в играх и на этот раз в него попала научно-фантастическая компьютерная игра dead space которая была разработана студией visceral games и выпущена electronic arts в октябре 2008 года пасхалок ней отыскал маловато но все же я покажу вам то что мне удалось найти так что скорее принимайте удобное положение перед своими мониторами так как я уже буду начинать во первых хочу вам указать что персонаж зака хэммонда старшего офицера службы безопасности а также руководителя спасательной группы тут исполнил очень известный актер питер мэнса которого мы ранее могли с вами видеть в таких фильмах как джейсон икс и 300 спартанцев а позже он также появлялся в аватаре и многими любимом телесериале спартак кровь и песок многие утверждали что за всю игру лицо айзека кларка можно увидеть лишь в самом конце игры когда он снимает свой шлем но кстати в начале когда мы еще во вступительной сцене прибываем на ишимуру если повернуть мышкой камеру то точно также можно будет увидеть его физиономию и да кстати его имя и фамилия вероятнее всего были получены слияниями имени айзека азимова и фамилии артура чарльза кларка так сказать такая небольшая дань уважения к известнейшим писателям фантастам если открыть название всех уровней на оригинальном английском языке и совместить первые буквы то получится некая фраза николь из дед которая в переводе означает николь мертва что уже с самого начала дает нам понять что подружки которую айзек встречает на протяжении всей игры давным-давно уже нет в живых это лишь его галлюцинации если во второй главе игры в комнате с видеозаписью разговора терранса кейна и капитана хэммонда оттолкнуть с помощью кинезиса книжную полку то откроется секретное помещение где на столе стоит уменьшенная статуэтка обелиска и текстовая запись к нему расположенная на полу прочитав эту запись можно узнать немного больше об этом зловещем черном обелиске в первой шестой главе можно найти расшифровку некоего инопланетного алфавита благодаря которому получится расшифровать некоторые иероглифы встречающиеся на протяжении всей игры и прочитать много интересного попробуйте проделать это сами и самое интересное что вам удастся найти пишите в комментариях а вот уже сами иероглифы вероятно позаимствованы из тайского алфавита не секрет что планета на которой был найден обелиск называется эгидо 7 и всю игру она сопровождается именно этим названием однако в главе номер девять можно найти текстовую запись возле входа в один из отсеков разбившегося вейлора где ужасной планете еще не было дано название десятой главе игры на стенах можно найти явную рекламу фильма rancid moon присутствующую на вывешенных плакатах стоило бы знать что именно такое название должна была получить игра dead space и именно так она называлась еще на стадии разработки в игре присутствуют две мини игры которые не влияют на сюжет но позволяют получить дополнительные крутые предметы и патроны в обеих мини играх необходимо зарабатывать очки и в них есть несколько уровней сложности первая мини игра является тиром в котором нужно стрелять по мишеням виде людей мишени делятся на красные и синие и попадание в красные увеличивает количество очков попадание же в синее уменьшает патроны при стрельбе кстати не тратятся вторая же мини игра называется зи болл и находится в помещении в невесомости и олицетворяет собой некое подобие космического баскетбола проходя одиннадцатую главу игры между платформами можно взять фигурку под названием пэнк однако для этого придется применить свойства кинезиса в компьютерной версии данную фигурку также можно продать в магазине получив за нее аж тридцать тысяч кредитов наиболее вероятным происхождением термина пэнк представляется как дружеская шутка в адрес одного из разработчиков игры в таком контексте фразы касательно пэнга в играх серии приобретают вполне конкретный иронический смысл так как в команде разработчиков есть два человека с таким именем пэнк ванг и занг и пэнк ну а на сегодня друзья мои это последняя пасхалка и поэтому я буду заканчивать ну а кому понравилось видео конечно же не забудьте поставить под ним лайк и поделиться видосом со своими друзьями также подписывайтесь на мой канал и вступайте в группу вконтакте ну и оставляйте под видео свои комментарии которые я обязательно прочитаю а на этом все до скорой встречи мои дорогие друзья пока а